Аплодисменты Дорогие друзья, пришло довольно много записок, они очень интересные. У нас будет такое место в программе, где мы будем на них отвечать. А сейчас мы начнем второй акт, ну, второе отделение нашего концерта. Оно начинается с такого довольно большого драматического куска, с нескольких сцен, которые не будут никак объявляться. Так что приготовьтесь к действию. Аплодисменты 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 Чёрный пепел окутал весь шаг земной. Свет померк, и спасения нет. И лекарства, что помогло бы Выжить в этом чёрном снегу, Я в домашней аптечке найти не смогу. В душе моей холодный снежный гон, Но греюсь я последним угольком, Хоть тлеет он едва, едва. Прощенья нет ошибки роковой, Не вправе я считать себя живой. Пока моя любовь жила, Любовь моя, что столько лет была, Защитая неверия и зла. Любовь, любовь, которую я предала, Есть на полках домашних аптек. Порошки, бальзамы и мази, И настой целебной травы, От волнений, от сердца и головы. Но когда почернел белый снег, И небесный звон рухнул по зиме, И трясиной сделалась смерть, Остается лишь это средство. Абонир. И небесный звон рухнул по зиме, И небесный звон рухнул по зиме, АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И кому это нужно? Кому? Зачем? Аплодисменты Средь обломка в кораблях Скрыта правда подо льдом Где-то подо льдом Там, где кончается Земля Нет, братья, голос Мужик, рвется она наружу Где-то сквозь лад и стужу Пьются следы больных Ради отца и пати Должен я разыскать их Клянусь, что экспедицию Провожу, плюнусь Пусть не скончаем шоу Пусть небосильный труд Я никогда ни за что Не изменю Пускай безмолвие Пускай пожаришь ты Я ни за что Никогда не стану Вновь не выжить Жить, зажить, зажить Старая А не бочком Да с краю Если тебя Орают Область Нельзя Спускать Если Тебя Садела Это Уже Полтела И все Что Остается Лишь Пороться И И Все Что Остается Лишь Оруться И С Остается Лишь Бород Я еще вязала этот шарф. Ну я расскажу, что на спектакле шарф был еще толще. У нас все не запланировано. На спектакле шарф был еще... Еще хуже. Спасибо. На спектакле шарф был еще толще, еще длиннее, обмотанный несколько раз. Я очень часто заливал микрофон из-за того, что просто обливался под ним. Итак, после этого номера у нас... Мы ему траклеили два микрофона. После этого номера у нас в спектакле обычно антракт. Но я попрошу никому не расходиться. Антракт был совсем недавно. Увидим потом. Значит так, мы полетим дальше. Причем полетим в буквальном смысле слова. Дело в том, что следующим номером нашей программы это номер летчики. Сейчас, секунду, подожди немножко. Летчики. Самое интересное, что особенность этого исполнения сегодняшнего, в том, что ни один из присутствующих на сцене актеров в нашем спектакле этот номер никогда не исполнял. Правда, никогда. Но номер этот очень-очень красивый и поют его все, кто видел «Нордокс». Все, кто знает танцы, танцуйте. Там очень-очень красивый. Там номер заканчивается чечеткой. Я бы очень хотел, так сказать, на сцену еще вызвать еще одного летчика. Для того, чтобы пришла записка. Она звучит так. Саня, возьми меня петь с собой про летчиков, чтобы ты опять меня катал на сцене. Павлик, иди сюда, Павлик. Иди сюда, Павлик. Я не обещаю, что я буду катать тебя на сцене. Я не знаю, как тебя катать. А вот садись с нами, если хочешь. Или нет, лучше стоять. Летчиками занимаюсь. Не, колюш, мы начали записки. Если позволите, мы немножко поотвечаем на вопросы, потому что их много сегодня, очень много. Нам важно сделать паузу, потому что один из ценнейших ресурсов проекта это золотые руки Татьяны Солнышкиной. Мы требуем пройти. Детским почерком, как вам удается петь и танцевать в концерте? Видели бы вы, как мы танцевали в скректакле? Скажите, пожалуйста, какова судьба фильма «Нордост. Обратная сторона успеха», где можно найти его запись? Вы знаете, невозможно найти, потому что... Знаете, вот такая история. Права на него принадлежат некой кинокомпании, которая никак не заинтересована в его прокате, потому что это абсолютно не коммерческий продукт. И еще вопрос. Чем можно помочь мюзиклу? Аплодисменты. Да, спасибо. Спасибо. Мы желаем исключить и деться в реальных временах. Мы вас обожаем, молодцы. Зовите, придем еще много-много раз. Стол номер 43. Я боялся и ждал этого вопроса. А может, тоже к Абаю под лозунгом вернем на удост на сцену? Верим, что он рано или поздно вернется. Люблю вас. Спасибо. Вы знаете, на самом деле, это особенность произведений, которые писали и пишут Ивашенко, и Васильев. Проходит некоторое время, и они становятся либо снова актуальны, либо появляются темы абсолютно перекликающиеся, созвучные. Потому что не мыши, а просто хомячки. Все тут же считают, что это офисные хомячки. Ну, Саню Григорьеву можно просто исполнять на всех этих акциях. Я думаю, что не надо ставить на службу очень важных вещей, но мы знаем с вами, что есть такие тонкие вещи, как политика, а в данном случае... Мордос весь насквозь пропитан политикой, как вы знаете. Гибель спектакля тоже, в общем-то... Давай не будет. Хороший вопрос. А указка была одна или каждый раз новая? Включается. Тогда сколько их было сломано? Сколько? Клеили. Почитал? Да. Да нет, конечно. Я же не помню. Ну, наверное, сколько спектаклей, сколько указок. С первого спектакля все началось. Потом Георгий Леонардович сказал, что хватит ломать деньги. Палочки. Вот, я сказал, тогда я буду клеить на БФ-6. И когда мы спектакль возобновили, то я клеил на самом деле палочки. Клеим. Каждый раз одну. Ну, там две. Я попросил десять. Это что? Это что? На сцену ссора? На сцену ссора Николай Антонович приходил в шрубе, шапке, и пока была зима, Юра выбежал на улицу и припарашивал клещик снежком. А потом, когда началась весна и лето, он заставил менеджеров сцены намораживать лед в холодильнике. Да я сам. Да Юра и сам, Павел, посреди с юрой. Приходил со своим холодильником. Принозил откуда-то снег. Да. Ну, чтобы сцена была теплой. Итак, господа. Сейчас, еще один вопрос. Степан, шесть лет. Как вас не ослепляют прожектора, хотя вы смотрите на них? Ослепляем. Это такое профессиональное, актерское бельмо. В глаза. Ой, ну так приятно. Дорогие друзья, мы еще будем отвечать на записки, у нас еще будет время для этого. Давайте кондиционер... А что мы кондиционером? Включаем или выключаем? Выключаем. Выключаем. Полетели, господа, летчики. Дорогие друзья, в этом номере фишка — это степ. Степ танцевать будете вы, дорогие друзья. Лужками, по столам, спичками. Как хорошо пять раз перевернуться и на опасном письме рожать благополучно в землю не в открытство, хотя, казалось бы, уже пилоту в небе море по коленам. Не удержать его ничем. Что взлетать в пилотчатые смены, хотя, казалось бы, зачем? Ярче из собой выйду по утраме Нива, грудну витом, грудну хвостом, и заволтуется скребоженное Ниво под ветерком. Сделай машину, пальчик, крючатся мотором, уйдет земля из-под нее, и обоплются в небесные просторы. Крыло мое! Крыло мое! Мелон живет, подобно ворной птице, всегда не там, где жил вчера. Он не спешит с семьей обзаводиться, хотя, казалось бы, пора. И при нехватке денежных ресурсов не растеряется. Мелон не собьется с правильного курса, хотя, казалось бы, вот я чисто. А в поле выйдет поутру лениво, грудну витом, грудну хвостом, и заволтуется скребоженное Ниво. Ну а потом, запьется, как плечи, певши из острова, и взлетится воронье, и всю планету поразит своим разлахом. Крыло мое! Крыло мое! Крыло мое! А под крылом моя земля, А под землей рука, А весь руды моя страна, Дает металл, чтоб в самороде я летал, Дает металл вокруг леса, Вокруг поля, Моя земля, Моя краса, А мы живем на земле, Могучее крыло, Моя! А на земле, А на земле, О, ой, Могучее крыло, Моя! Крыло мое! Крыло мое! Крыло мое! АПЛОДИСМЕНТЫ Что за крики? Что за волки? Что случилось? Там в уборной, там такое приключилось Захожу из унитаза, на меня глядят два глаза Я чуть пыла, говорить не разучилась Это Жуковы в проделке Они рисы Развели в квартире, понимаешь ли, а шапок Своими варить для собственных прыжей Умите наших тварей, они разносят в шею Так это же не мы же, а просто мечты А кто у дяди Миши покинет все очки? А кто у дяди Миши все тапочки покрыз? Достали всю квартиру, отарывающий крыкс Квартира вам не место для замок и санцов На место для порядочных жильцов Вот мы возьмем, да и напишем Сюда придем, там опалишься в роддом Так они мы и ваши мыши За Саню и теперь в судок О, не удивлюсь, если это таки уже за вами Точно, за ними Пошел Ты к кому, товарищ? Саня Валька Николир Кира Саня Ты смотри, я думал, летчики с усами Это кто? Неужно ваши Просто копия папаши И как мама с головатыми носами Это Саня, это Петя Просто звери, а не дети Развели в квартире, понимаешь ли, салфак Я уже говорил Что вы, что вы, бесные дети Извините, товарищ пилот Но, похоже, у нас в туалете Кто-то очень опасный живет В ситуации полной трагизма Нужно срочно его укротить И со свойственным вам героизмом Не могли бы вы хоть вокруг спустить Что за межность? Вы не бойтесь, ухлорожник Что за межность? Я вам дам подругать пальцем Этот вид недавно вывели И китайцы Слушай, как Обо мне он Симпатичный Невоверное Практичный Так потому что Тараканами-то Питается Все, все, все Не валите все заботы Мы, товарища, пилота Ты что, он начинал с дороги Дать человеку отдохнуть у нее в комнате Ну, как жизнь Копти в атмосферу Мы в порядке Смотри, скоро старший пойдет в первый класс Кораблев постарел Румашов начал делать калье Ассистент Николай Антонович Вот тебе раз Кстати, Катя и он Ну да ты уж, наверное, не встречал Что? Ты давно не звонил Я вообще не звонил ей с тех пор Девять лет? Девять лет У тебя просто снегнула крыша Ай-яй-яй Разве можно так девушку долго томить? Извините, что лету в чужой разговор Могу вам за бесплатно дать маленький совет Звоните, не стесняйтесь Парень, вы куда? Похоже, вы боитесь И вовсе даже нет А они выглядят, как будто ты не рад Вот аппарат Иди-ди-ди-ди Их ты герой, перерольный А вот И если вы не позвоните Кто подойдет, и вовсе кто? Иди-ди-ди-ди Иди-ди-ди-ди Иди-ди-ди Иди-ди-ди А все выучили Двинемся дальше Пожалуй, самый светлый, самый романтичный эпизод спектакля Это «Влюбленные» Действительно, на фоне влюбленных пар Которые раскачивались на мостах Встречаются Саня и Катя Которые не виделись девять лет Но они так и не решаются сказать друг другу слова любви А красит закат столы и мосты В такой волшебный цвет, что растеряешься ты И сердце стучит и горле комок Как много ты сказать хотел, но снова не смог Хватит молчать смелень И если бы не чекал Как трудно найти А он помог Красные слова Я повторю на самолете маршрут Святой Марии И кружится Как много лет назад Катя 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 и все самые интересные, самые красивые и содержательные номера из мюзикла, нужно вот это ровное количество людей. Я долго над этим думала, считала, прикидываю так и так. Вот 8 человек — это оптимальный абсолютно состав. Значит, есть много вопросов по поводу того, что же будет дальше. Мы не знаем, что будет дальше. На самом деле мы, в общем-то, собрались для того, чтобы съездить на фестиваль, на один такой большой музыкальный фестиваль, с часовой программой из произведений из Мордовста. Но когда мы собрались все вместе и начали петь, мы поняли, что это может быть что-то большее. Это, конечно, может быть что-то большее, это может развиваться, это может дополняться видеорядом, это может включать в себя, так сказать, приглашенных артистов и так далее. Но сейчас мы делаем скелет, который потом обрастет самыми разными вещами и будет программа, которую можно будет показывать не только в клубах, так сказать, вот среди своих, но это программа для больших залов. Вполне. Мы, конечно, об этом мечтаем, мы это обсуждали с Георгием Васильевым. Васильев дал нам гордон, сказал, делайте, что хотите. Вообще, конечно же, конечно же, в тайне мы лелеем мысль, мечту, что Нордовская спектакль снова возродится. Ну, я думаю, что это написано на наших лицах. В каком это виде будет, мы пока не знаем. Тут многое зависит и от Васильева, и от ситуации общей, как вы понимаете. Нет, от Васильева уже ничего не зависит. Уже ничего? Вопрос. Куда делись все костюмы и декорации музыка? Они еще где-нибудь используются? Нет. Несколько лет передвижная версия хранилась в ДК ГПЗ, но потом в итоге, в общем, они исчезли. Ну, как сказал при нашей последней такой общей встрече, когда была премьера фильма, когда была, да, вот мы собирались в октябре, как было десятилетие премьеры, Васильев просто прямым текстом со сцены сказал, что вот они хранились, хранились, в том, сгнили. И все. За невостребованностью просто больше не существует. Второй вопрос. Сколько вам лет? Всего, если сложится? Кургановские бабушки. Хороший вопрос. Возможен ли приезд проекта, вот этого проекта Нордов в Рыбинск и Ярославль? Мы рады, мы, мы, нет, конечно, возможно. Мы же, когда собирались все вместе, мы еще думали о том, чтобы это был достаточно мобильный коллектив, который сможет передвигаться, в общем-то. И по стране, и по разным странам. Очень интересно, здесь есть целое сочинение на тему, как мы изменились, сколько лет прошло, и так, 10 лет назад мы были совсем другие, совсем другие. Ромашок, кстати, про тебя говорят, что-то неузнаваемый. Давайте другим записываемым. На самом деле, Ромашок-то делает то, что он неузнаваемый, потому что в концертной версии... Точно ты был в концертной версии? Нет, он не был просто в концертной версии, поэтому мы его не узнали. Может, здесь рассказывается, что он по-настоящему концертной версии был... Вам параллельнее течение записок. Вы изменились, и вы совсем не были. Да-да-да. Но знаете, очень интересно, что нас некоторые люди приглашают за стол после того, как мы здесь. Говорят, я вас угощаю. То есть мы так выглядим, как будто мы голодаем, что ли? Да-да-да. Ну, мы не все. Скажите, что не все, да? Записка. А интересно, у многих ли людей в зале есть значок Норд-Ост? У меня есть. На самом деле, вот это были такие маленькие значки, очень стильные, красивые. Мой папа, который присутствует в этом зале, с гордостью его носит на пиджаке рядом со значком почетной строительства. Дорогие наши любимые, а когда вы собираетесь в ближайшее время играть в футбол или прыгать с парашютом? По старой доброй традиции. Действительно, была такая традиция, у трупа Норд-Оста всякой такой ерундой заниматься. Кто-то уже с нами прощается. Большое спасибо, что все очень понравилось. Вы все рады. Спасибо. Подождите еще, господа, мы еще не все успели. И очень как раз насчет возраста хочется сразу сказать. Дело в том, что действительно достаточно сложно через такое большое количество лет вспомнить этот материал музыкальный, малым составом, потому что писалось-то все для чуть ли не сорока человек, а может даже больше. И мы практически за несколько репетиций вспомнили все это. Труппа составляла 30 актеров. 33. На самом деле, по поводу возраста. Я и Петр Маркин наконец-то доросли до возраста Марьи Васильевны Кораблиева. Тогда мы пристали слишком молодых, а сейчас мы как в том возрасте, какими должны быть наши персонажи. Ну, еще Мазихи. Надо я здесь стою. Как это было, мы им делаем чудеса. Сколько вариантов текста и музыки Норд-Оста существует? Ну, да. Сказал Петя, оригинал каст. Вот это то, что первый вариант, который мы пели в премьерной, в стационарной версии, вот этим вот составом, этот вариант нам, конечно, нравится больше всего. Потому что когда уже создавалась передвижная версия, были созданы другие тексты, были сделаны другие аранжировки, где-то поменяли тональности. И мы, конечно, этого всего уже не любим. Почему Васильев нас обозвал снобыми, сказал, вы снобы. Мы только вот это любим. Проходи с годами. Расскажите, пожалуйста, где можно увидеть сейчас каждого из вас? Мы видели только Юрия Мазихина в ЭЦТРА. Ольга. Юрий, может, есть еще, да, что добавить? Где тебя еще можно увидеть? Еще можно увидеть в Театре Маяковского на всю жизнь спектакль «Игора Дружинина». Замечательный спектакль «Игора Дружинина». И мы сейчас готовим еще один спектакль с Егором Дружининым, там, ТЭС. Потом еще один спектакль «Планов громадьё». Главное, чтобы они осуществились. Куда? В метро? В метро, говорят, меня можно увидеть. Расскажите. Расскажите, что можно в метро увидеть? А Расскажите, что меня услышит? Его услышит, да. Когда я слышу, я вижу, Леша. Вот таким приятным голосом, когда в метро с вами разговаривают мужчины, это Леша. Я резко спускаюсь в метро, но если спускаюсь, я здороваюсь. Говорю, здравствуй, Леша. А теперь скажите, Андрей, где вас можно увидеть? Где нас можно увидеть? Завтра буквально, я, как это ни странно, превращусь с Саней Григорьевым в Иуду и буду петь спектакль «Иисус Христос. Суперзвезда» в «Иисус Христос. Суперзвезда» «Маркиз Деса. Двенадцатая ночь. Король умирает». Сейчас мы готовим премьеру «Ставит Мирзоев на всякого мудреца довольно простоты». А также в «Театре Луны» в спектаклях «Мэри Коппинс» и «Матта Харри». Сейчас мы готовим премьеру. Это очень рекламная записка была. Я тоже рекламирую свой любимый детский музыкальный театр «Экспроп». Приводите детей, пожалуйста, всегда. Очень хороший есть спектакль. Фёдор Маркин. Где вас можно увидеть такого прекрасного? Я работаю по-прежнему в проекте «Саунддрама». Играю Портоса в мюзикле «Тремушки и Фёдор». Ну и помилочи, в общем. Игра его точно. Алексей? Я в этом сезоне работаю в театре мюзикла. Постановки времена не убирают. До недавнего времени пытался усидеть на двух стульях, работая еще телеведущим на одном из московых каналов. Но свалился со стула, и его убили. Да, но, в общем, видимо, мне это надоело, и я снова был в театре «Экспроп». А меня можно увидеть в «Гнезде глухаря». Регулярно. Олега. Олега. А Олега где можно? Олега, вот, расскажите Олега. Там же, где Андрюх. Он служит в театре «Московского совета». Меня можно увидеть в театре «Московского совета». Еще он снимается в кино. Дорогие друзья, хороший вопрос. Вопрос ко всем. Какая у вас в детстве была мечта? Осуществилась ли она? Да, я не мечтаю. Слушайте, почти близко я хотел быть океанологом. Я уже путаю, это близко к Ваньке Жукову. Я совсем не думал, что я стану актером, честное слово. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, когда вы выступаете, вам вспышка не решает? А кто это решает? Какая вспышка? Кто-то фотографирует? Да, здесь вспышки. Вспышка. Сейчас. Да, надо уже вспышка слева. Спасибо, но эта сцена очень мала для вас. Вернется у нас на большую сцену. Вернется ли на большую сцену. Вы знаете, сейчас есть несколько, так сказать, проектов, которые, возможно, да, которые, возможно, осуществят постановку, ну, близкую к передвижной, скажем так, версии. Это произойдет в Москве. Пока не буду ничего додворить конкретного, пока не объявлено об этом, мы не можем об этом говорить. Потом, все-таки, я очень надеюсь, что наша программа концертная будет в двух форматах существовать. Это вот встреча друзей и все-таки такое концертное исполнение Норд-Оста. И, конечно, мы будем это делать по возможности на больших сценах. Если позволите, завершая вот такой блок ответа на записки, мы очень хотим, ну, как бы так, сверхзадачу, да, чтобы вот этот проект, он послужил таким очередным кирпичиком в то, что рано или поздно на удовольствии, как полноценный спектакль, снова появится на сцене. Я надеюсь, что еще одним таким кирпичиком станет выход, может быть, осенью или в конце этого года, большой книги-фотоальбома, которая будет посвящена истории спектакля, истории создания проекта. В ней будет еще и видеоверсия. По-моему, даже обои, и стационарки, и двережные. Дорогие друзья, мы тут живем, пока вы с нами. Вот вы с нами выходите на сведу, что будет хорошо. А теперь я попросу Татьяну Соломашкину вернуться за руя, выключить кондицию, и мы продолжаем. Следующая сцена у нас произойдет в приемной, и там лицом к лицу столкнутся непримиримые враги Саня Кригорьев, Ромашов и Николай Антонович. Сцена в приемной сезонной жизни. Саня, Григорьев, черт побери, искренне рад такому сюрпризу. Здравствуй, Ромашка, здравствуй, подлиза. Саня, кончай пускать пузыри. Ты-то чего здесь оказался? Да уж не ты лет часом, воду здесь мутишь. Ты-то чего, это вовсе не я, это наш старикашка проказит. Он боится, что твой перелет воскресит его старый грешок. Он тут ползает, словно змея, он использует старые связи. И уж точно на все, что угодно пойдет, лишь бы замысел твой раздеть в порошок. Ты давай не крути, ты ни сон, ни зеваешь. Я вообще на твоей стороне. Ишь, как заворковал. Что ж тогда, девять лет, ты такую пулику скрываешь? Я-то знаю, что ты-то письмо своробал. Не делай такое лицо, понимаю твое раздражение. Да, ты был огнем этот умный, естественно, жаждешь суда. Ты получишь свое письмецо, ну уж сделай и мне одолжение. Сорок восемь часов уберись из Москвы и не лезь в наш искать и дыр. Я, похоже, помешал нисколько, Николай Антонович. Видите ли, только что с настойчивостью чрезвычайно. Верный ассистент ваш, не стесняясь, предлагал ревнуть в том, Что попозорил вас на век. Да-да, весьма печально. О, подлец, припас на вас опасный компромат. Да-да, я в курсе, из чего вы ждать иного. И я его взрастил, а значит, сам бы не виноват. И что, подлец, он для меня отнюдь не нова. А кто же с ним рядом, летчик Григорьев? Нет, не назвать его подлецом. Сеятель смерти боли и горя с доброй душой и честным лицом. Как раненого волка, меня вы обложили. Один цепился в голку, другой терзает жилы. Ах, как я ненавижу вас молодых и властных, Скупающих все ближе и ближе, и ближе. Готовый бесстрастно добить старика, Который щерится из тупика. Но зубы есть. Но зубы есть. Но зубы есть. Па-ка. Аплодисменты 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 Зачем же только ты поехала со мной в Ленинград, в Ленинград, в Ленинград? И в Ленинград, в Ленинград, в Ленинград. Что вам нужно? Вы кто? Ромашов это вы. Это я виноват, напугал. Я тут чудом попал на спецвизис Москвы, волновался ужасно, повсюду искал. Под ноглёжкой весь город пешком прошагал и нашёл, слава Богу, живых. Я вам могу помочь покинуть этот ад, ведь город опричал. Чего вам эти муки? Постойте, Ромашов, не отводите взгляд. Скажите, почему у вас трясутся руки? Выпей чего-то и глоток. Вам нужно подкрепиться хотя бы чудом. Прежде чем войны приговор так жесток. Что с ним? Сами жив? Говорите! Я его повстречал в сентябре. Он лежал в санитарном вагоне. Тяжко раненый в ноги и в грудь. Он ни с кем не вступал в разговор. В тот же день в шесть утра на заре на каком-то степноте перегоне. Нам немецкие танки отрезали путь и, шутя в эшелон, разбили. Говорит! Фу-па! Я его тащил в черепостной дороги. Там, до ближайших осин, ложил под кустом. Он был слишком тяжел, мне пришлось отползти за над ногой. А потом, это ужас, что было потом. Я вернулся за ним через час, думал он все лежит неподвижен. Я вернулся средь этих осин, но найти его так и не смог. Я пытался, но, каюсь, не спас. И, конечно же, вряд ли он выжил. Безоружный, больной, совершенно один. В окружении врагов и почти что не смог. Нет, все было не так. Я могу это твердо сказать. Вы не ангел, вы враг. Выдают вас заведуя Божий глазок. И своим вдохновенным враньем Никогда вы не сможете скрыть одного. Ромашок – это вы, вы умери его. Уйдите. 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 Это не я, его не стал я убивать, хотя и мог в лесу безлюдном его добить. Я не пойму, как мы ползом, когда мы любили эшелон, как он добрался до этих озим. Где я наткнулся на небо, едва живого друга детства своего. Да, я не любил друга своего, да, 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 да. Мы что с тобой? Крятвина крови, дружба навсегда, все это мура, чушь, 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 детская игра. Все это мура, все это мура, детская игра. Закон природы, просто письминого яичка, письминого яичка, не вылупиться. Просто не получится, синичка, не получится, синичка. И глупо ждать, что род людской устроен по-другому. Дети, хоть и невинные, но все уже человеки, из неборочных человеческих детей. Никто другой уже не вырастет навеки, кроме людей, мерзких людей. Я сказал ему все претом, он отвечал, отвяжись. Я сказал, ну вот уж нет уж, ты испортил мне всю жизнь. Знаешь, что это такое? Это штука пистолет. Я сейчас смотрю рукою, и моей проблемы больше нет. А он, он врешь, мол, слаб не поклочить со мной. А я смотри, смотри, я спускаю крючок. А он, стерлец, коляпель, лежачий, боленой, схватил костыль. Я так его сильно швырнул, что опил мне плечо. Он костылем мог меня убить, это же ранее. Ох, 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 ох. Я сикосе меня и этот костыль, и этот костыль. Я его схватил и, 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 и расхватил. Я забрал его вещички. Я забрал его вещички. Всю еду и даже спички. Всю еду и даже спички. Я ушел. Просто ушел. Это не я. Это не я его убил. Он сам потом. Сам. Бабло. Бабло! 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 Спасибо. 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 Для очень многих людей Нурдос стал водоразделом и разделил жизнь на до и после. Для всех тех, кто любит современный музыкальный театр, для профессионалов этого направления, актеров, музыкантов, Нурдос является мерилом качества, масштаба, глубины, если хотите, высшего смысла. Это, конечно, очень эмоционально сравнивает Нурдос с другими мюзиклами, которые периодически идут на разных площадках. Но зачастую это некорректно, да и не стойко. Однако раз за разом мы ловим себя на мысли «Да, ну вот Нурдос». Это история с нами навсегда. Итоги этой любви объединяют разные поколения многих людей по всему свету. Мы хотим верить в то, что девять безумных лет прошли и канули в лету. Мы хотим верить в то, что с этой программой постепенно начнется возвращение этого замечательного спорта. Итоги этой любви объединяют разные на мысли «Да, ну вот Нурдос» и «Да, ну вот Нурдос» и «Да, ну вот Нурдос». ПЕСНЯ 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 Аплодисменты 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 Друзья мои, спасибо вам. Друзья мои огромные, всем, всем, кто пришел в этот, мы ужасно боялись, вы тряслись перед этими двумя концертами. Спасибо вам за ваше приветствие и за ваше тепло, что вы с вами. Спасибо. Спасибо вам, Валерия Степановна, спасибо. Менеджер детской трубки Владимир Стуканов, он руководил сорока головорезами маленькими. А вот он маленький головорез, идет, идет. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!